Здравствуйте! В эфире программа «Главный плюс». И сегодня у нас в гостях искусствовед и основатель блога «СПБ Домики» Леонид Макаров. Леонид, здравствуйте! Здравствуйте! Поговорим с вами сегодня о том, как развивается архитектура Петербурга и займет ли она когда-то место в сердцах наших туристов и жителей города, и станет ли она такой же популярной, как наш исторический центр. Давайте начнем с вами с хайпа. Блогер Илья Варламов внес на штадион «Газпром-арена» список самых уродливых зданий. Что вы думаете по этому поводу? Ну, прежде всего, хотелось бы начать с того, что из всего, кажется, 100 там было зданий, в его списке. Из 100 зданий в него попали исключительно 3 здания в Санкт-Петербурге, если я не ошибаюсь. По-моему, 5. 5? Ну, не такая большая разница. Мне кажется, что в любом случае это достижение. То есть, можно сказать, что даже нас в каком-то смысле похвалили. И заметили. Да, ну, то, что таких именно негативных примеров в Петербурге нашлось не такое большое количество, это любопытно. Что касается самого здания «Газпром-арены», если действительно имеет смысл составлять такие списки, то попадание его в него вполне оправдано. Потому что даже если оставить за скобками весь этот мучительный процесс строительства, все эти споры по поводу материальной стороны вопроса, то сам облик того, что возникло в результате на Крестовском острове, он вызывает, так скажем, много вопросов. Он довольно крупный, он в какой-то мере нелепый. И, более того, его облик сильно уступает стадиону, который на этом месте находился раньше, от которого вот фрагменты остались. Но, конечно, это он как будто его размазал. А как это определяется? Вы же, как искусствовед, знаете, что понятия красоты и уродства, они всегда были в разные периоды истории различны. И об этом в том числе писал Умберто Эка. У него история и красоты, и уродства. Вот как понять, что здание уродливое или здание красивое? — Это всегда субъективно. Но, во-первых, всегда стоит смотреть вообще, помимо своей реакции, каким бы просвещенным человеком и тонко чувствующим вы не были, смотреть еще на реакцию публики, которая здесь тоже по большей части неодобрительна. Это во-первых. А во-вторых, есть понятие красоты и уродства. Да, они довольно расплывчатые. Но здесь речь не столько об уродстве, сколько о посредственности. Действительно, этот стадион, он выглядит довольно посредственно. Можно взять какую-то подборку современных стадионов. — И все они будут похожи? — Да, они будут в основном похожи, но там стадион, возведенный, скажем, в Пекине к Олимпиаде, он обращает на себя внимание. Стадион — это вообще такая вещь, которую сложно сделать, вот такой впечатляющей, потому что там уже соблюсти очень много, во-первых, инженерных моментов, чтобы он вместил определенное количество зрителей. В принципе, само по себе такое здание сложно сделать очень необычным. Но в данном случае, мне кажется, что вот как-то был применен ряд приемов, которые друг другу немножко противоречат. Хотя, конечно, не знаю, надо посмотреть с течением времени, как он будет восприниматься, но полагаю, что действительно это и останется такой сомнительной страницей. — А если кому-то нравится, нужно сразу признаться себе, что он ничего не понимает в архитектуре? — Отнюдь. Мне кажется, что, конечно, спорить интересно. И мне намного интереснее было бы обсудить этот стадион с человеком, которому он нравится, вне зависимости от того, почему. Если на это есть причины, то интересно их услышать всегда и обсудить. Поэтому если нравится, то нравится. — А какая архитектура вам нравится? — По настроению. — Ну вот у нас есть небольшой ролик. Давайте его посмотрим и увидим те дома, которые вас явно вдохновляют. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, здесь мы увидели совсем другой Петербург. Вообще развивается ли архитектура в нашем городе? И может ли сам город задавать какие-то границы для развития архитектуры? Ну смотрите, в последние годы архитектура развивается довольно вяло. В принципе, в какой-то мере она даже стагнирует. Но на данный момент есть ощущение, что какой-то выход из этого кризиса более или менее намечается. Речь идет о том, что если долгое время архитектура развивалась достаточно хаотично и сложно было определить какое-то магистральное направление ее развития, то сейчас формы, в которых возводятся новые издания, они прежде всего становятся спокойнее и вообще происходит такой переход, скажем, к хорошему дизайну. То есть это не произведение искусства, но это уже переход к хорошему дизайну, это уже определенный этап. Если не стандартизации, то вообще успокоение вот этого вот хаотичного процесса развития. На самом деле, как город может задавать ограничения? Ну вот у нас есть исторический центр, и понятное дело, что у нас есть в том числе и законодательные некие рамки, по которым мы не можем где хотеть, где хотим поставить какое-то здание. Ну по поводу ограничений, я думаю, что этот вопрос лучше задать как бы специалистам в области регламента. Но мне кажется, что стоит размышлять о том, каким должны быть новые издания, изначально отталкиваться уже от существующего регламента, а дальше уже смотреть на контекст. То есть все-таки важно вписываться в триду, которая у нас существует вокруг? Безусловно, и особенно сложной задачей это является в Петербурге. Сложный, но интересный. Ну вот проезжая в новый город, я всегда стараюсь прогуляться не только по историческому центру, но обратить внимание в том числе и на новые районы, которые находятся зачастую на периферии. Расскажите, что нам делать? Наши периферийные районы, районы на окраинах, часто похожи на большие муравейники, и как мне кажется, это общероссийский тренд. Возможно ли его преодолеть, и надо ли его преодолеть? Да, и правда, оказавшись в другом городе, в каком-то спальном районе, мы навряд ли часто сможем определить вообще, в каком городе мы находимся. И в принципе это некая такая стандартизация. Не совсем понятно, что с этим делается. С одной стороны, это ведь демократизация. То есть все ругают вот эти вот спальные районы и говорят, вот какой был замечательный, блистательный Петербург сто лет назад, какие возводились роскошные дома, вот сколько прекрасных колонн, завитушек, вот какие они большие. Но людям надо где-то жить, да? Да, но никто не думает просто про то, что а где большинство людей жило. И вообще из тех, кто жил в городе, а это был не такой большой процент людей, жили вообще в таких бараках, в каких-то очень некомфортных условиях в рабочих районах. И то, что сейчас возводится на периферии, это вообще по сравнению с тем, что было раньше, очень достойное жилье. Конечно, сравнивать ее с какой-то помпесной архитектурой центра до сих пор бессмысленно, но в какой-то мере это показалось для того, что люди живут лучше, чем некоторое время назад. В то же время действительно этот контраст центра и периферии, он бросается в глаза всякому, кто живет или бывает в Петербурге. Сказать, что это какая-то именно проблема или что-то, что требует каких-то размышлений, ну, наверное, проблема жилья стоит всегда выше. Многое зависит от того, как сам человек относится к своему району, будь то центр или периферия, неважно. Мы как-то должны развивать среду своего обитания или это должны делать государства или застройщики? Конечно, это в первую очередь ответственность общества. То есть у властей есть свои обязанности, но, как говорит, по-моему, помянутый Илья Варламов, у общественности есть там задача тыкать их острой палкой и следить за тем, чтобы что-то делалось. Но, во-первых, сам по себе не возникает запрос. Властям не приходит внезапно в голову, что муниципальным городским неважно, что нужно там облагородить этот сквер или что-то починить где-то, отреставрировать и так далее. Задача общества за этим следить. И, на самом деле, в последние годы можно наблюдать, что эта работа все активнее ведется, все больше городских активистов возникает, которые небезразличны, и которые, главное, понимают, что, а, оказывается, так было можно. Оказывается, можно каким-то образом влиять на то, как вообще выглядит город и какова его структура, и как он развивается. И, наверное, со временем делать свои районы, тоже популярными, и заниматься брендингом районов. У нас здесь уже были люди, которые рассказывали про проспект Ветеранов. Замечательный проект. Ребята сделали бренд Ветерки и популяризируют его по всему Петербургу. Возможно, это хороший тренд. Безусловно. Вообще локальные всякие достопримечательности довольно активно сейчас выявляют. Плюс ко всему на волне поднявшейся моды на советский модернизм очень много стало таких вот локальных памятников, на которые стали обращать внимание, стали замечать ценность даже вот советских каких-то мозаик, каких-то местных ДК, кинотеатров. Пусть даже это какой-то типовой более или менее проект, все равно люди внезапно обращают внимание на то, что они живут где-то, может быть, не в центре Петербурга, буквально рядом с их домом есть что-то интересное, красивое и то, что придает их районную индивидуальность. И на самом деле, возвращаясь к предыдущему вопросу, вот эта вот прирастающая любовь и интерес к именно своему месту локальному, это и есть то, что стимулирует развитие и в том числе вот каких-то гражданских инициатив в плане благоустройства и всего такого. Как вы думаете, нужно ли людям прививать хорошее знание в области архитектуры, чтобы они по-настоящему оценили не только там историческую застройку, но еще вот те здания, которые мы видели в вашем блоге и здесь в видеоролике? Безусловно, навязывать вкусы никому не надо и нельзя, но есть способ не объяснить, что хорошо, что плохо, а показать что-то и объяснить, почему это здорово. То есть вот такой формат популярной науки, который сейчас вообще довольно востребован, и в плане архитектуры он бы здорово работал, потому что вообще жизнь становится интереснее, когда ты не просто идешь по улице, а идешь по улице, поднимаешь голову выше рекламных конструкций и понимаешь, что ты окружен довольно интересными, большими предметами. В этом плане, конечно, в Петербурге не хватает архитектурного музея. Говорят, что там город-музей. Это правда, но вот как раз архитектурного музея как инструмента, который позволил бы понять, а в чем суть. То есть мы все с младших классов школы слышим, что вот, Растрейли, там дворцовая площадь, посмотрите, как прекрасно, мы запоминаем, что это прекрасно, мы бессознательно это повторяем другим людям, и как-то мы воспринимаем это как данность. Однако, если мы вдруг задумаемся и найдем какой-то источник, который позволит нам понять, а что в этом действительно интересного, то это вызовет более яркие эмоции. В этом смысле вот какое-то что-то вроде архитектурного музея подобного тому, что, например, есть в Москве, казалось бы, здесь этому самое место. И это позволило бы укрепить отношения жителей со своим городом. Может быть, нас услышат, и вы найдете единомышленников по итогам этого интервью. Это будет здорово. Очень надеюсь. Короткий завершающий вопрос. Как вы думаете, Леонид, за какой архитектурой будущее? За разный. Это отличный ответ. Спасибо вам за потрясающее интервью. Будем верить, что Петербург будет развиваться и радовать нас не только историческим центром, но и новыми районами. В гостях у нас был Леонид Макаров, искусствовед и основатель блога СПБ Домики. Редактор субтитров А.Семкин